20 августа или 21 если успеем 21 выложить этот видео с вами рафаил мусан леви и я вам покажу всю правду о наших иерусалимских лесах я эти горы очень люблю люблю их с детства и изучаю их истории дело в том что мой отец который меня научил как жигать костры как рыбу ловить как идентифицировать какие травы можно использовать для чая какие нельзя как прочистить наш сабр до кактус такой все это он мне научил но он также меня научил что вот например вот эти камни которые мы видим здесь это не просто природа это не просто так случайно также когда мы встречаем здесь деревья как например миндаль или пирожковые деревья надо обратить внимание что эти деревья были здесь до основания государства израиля мой папа был израилитянином царственному небесному он ушел к богу в девяносто девятом году мне тогда было 18 лет и я чувствую что я в каком-то смысле продолжаю его поиск и правда поиска истины мой папа был религиозный еврей также но он при этом был человек довольно открыт и он всегда искал правду и даже если это правда кого-то обижает или неприятно для кого-то слушать и вот дорогие мои все эти камни и вот деревья которые были здесь до основания государства израиль то есть не те сосны или кипарисы вот как например со я сейчас сижу под сосной как раз все эти сосны и кипарисы в основном их посадили или израильские школьники это был как школьный проект для того чтобы страна стала более зеленая или просто это связано с национальным фондом израиля однако если человек наблюдательный он видеть среди этих деревьев также вот эти камни а вот смотрите эти камни это не просто какая-то природа это в основном как мой папа научил следы древние палестинской сельскохозяйственные структуры это их террасы иногда это даже их развалины их домов дело в том что мой папа научил меня что несмотря на то что мы израилетяне несмотря на то что мы евреи да я тогда был евреем также у меня было вот это вот кипу как евреи как бы носит и мы жили в религиозном районе как раз вот этот лес где мы находимся сейчас вами он находится в окрестности территории района хар ноф те из вас которые посмотрели мой выпуск про ортодоксальных районов иерусалима это не там однако в мяшарим нету места для всех а также существует среди религиозных ортодоксальных евреев богатая элита и как раз эта богатая элита живет в районе который был построен здесь восемьдесятые годы и как раз цель этого района была однако для того чтобы просто светские израилетяне могли жить здесь своими семьями но получилось так что район стал именно ортодоксальным еврейским но что было здесь до этого большинство людей большинство израилетяне даже не знают и не хотят знать если они знают об этом они отрицают что здесь совершили какие-то ужасы на самом деле все эти леса в окрестностях места где мы находимся тут есть район бывшие селения айн карем лифта колония это там где сейчас мы вас эрит моца и сам хар ноф находится на территории разрушенных деревень и как раз разрушение или этническая чистка этих мест началось именно с то место где мы сидим с вами сейчас мы буквально сидим на месте на костях убитых палестинцев и это честность да мы евретоязычный мы израилетяне но мы знаем что до нас здесь кто-то тоже жил я кстати семейство которое жило здесь 500 лет так что я имею право об этом говорить то есть по бабушкиной линии линии мы здесь 500 лет жили кто здесь что здесь было здесь было палестинское селение дир ясин деревня дир ясин появилась здесь начале 16 века полагают что ясин это было имя известного мусульманского шейха где-то здесь есть его могила но теперь уже никто не знает где и вот вокруг его могилы образовалось нечто вроде мусульманского монастыря ну а впоследствии и появилась деревня к 1948 году в дир ясин проживало 750 человек было 144 дома деревне кстати было довольно процветающие в ней было три магазина две гостиницы две общеобразовательных школы одна для мальчиков другая для девочек кстати в здании одной из школ сейчас располагается синагога хабада было две мечети и естественно клуб в котором любили проводить вечера главы семейств в 1906 году еврейские переселенцы основали рядом небольшое поселение гиват шауль что интересно отношения с арабами были очень даже мирными и жители дир ясин торговали с евреями и когда в сорок восьмом году началась война за независимость они даже подписали договор о несопротивлении но вот 9 апреля 1948 года бойцы террористических еврейских организаций иргун и лехи напали на деревню 110 вооруженных автоматами бойцов против общем-то мирных жителей мужчины конечно пытались оказать сопротивление но силы были неравными и вот 254 жители деревни включая женщин детей и стариков были зверски убиты убиты не в результате взрыва жилых домов которые устраивали бойцы не в результате перестрелок а просто собраны выведены на улицу поставлены к стенке и расстреляны те которые остались живых они взяли их центр города сделали парад победы чтобы показать как они их победили после этого вернули их сюда и всех убили так что ну какие тут леса могут быть то есть зачем леса но после того когда разрушили арабский деревень территории получила то есть израиль получил да и потихонечку стал это осваивать наш национальный фонд израиля то есть это вот те которые в принципе владеет всю недвижимость страну официально это считается что они занимаются природа они строят какие-то парки для пикники куда очень любят и я тоже в том числе беру своих детей мы делаем иногда используем те же самые камни вот эти для того чтобы огородить костер кто-то сидит тут и слушают музыку вот в детстве иногда даже ходил когда мне было 9 лет здесь просто курить да вот я сейчас не курю да я не рекламирую но вы знаете дети и подростки они всякое делают и никто не задумывается что на самом деле вот эти замечательные деревья вот эти вот сосны вот эти кипарисы вот эти деревья которые мы здесь в школе посадили для того чтобы процвел израиль и расцвел это на самом деле построено фактически на костях людей которые были убиты видите здесь больница хадаса айнкарем да а под больницах адаса айнкарем было просто деревне палестинская деревня вот как раз когда убивали жители дырьясин крики и стрелбой вот это было слышно до туда потому что здесь хорошее эхо если здесь покричать это все будет слышно до горнего жители этой деревне инкарема тут же сбежали в ужасе когда услышали об этом и вообще в окрестностях иерусалима были очень много деревень вот например гора который называется кастель гора кастель там замок крестоносцев но полис конечно там раньше была палестинская деревня сейчас там такой спальный район иерусалимский для богатых израилетян там как бы вот для нормальных граждан там не по карману купить там дом так что видите и там тоже был палестинский район то есть принципе это было намеренное намерение акт жестокости для того чтобы напугать всех арабов чтобы они поняли все отныне будем мы новые хозяева чтобы подтвердить то что я говорю вам вот смотрите здесь никогда не была дикая природа в дикой природа не бывают такие камни эти камни свидетельствуют о том что до сорок восьмого года здесь жили крестьяне здесь никакая не дикая природа здесь никакая не тайга здесь никакой не лес здесь принципе деревья которые посадили для того чтобы пастухи арабские или просто бывшие хозяева суда не вернулись более того иногда даже сажают эти деревья слишком слишком плотно друг другу зная что потом могут даже быть пожары потому что эти деревья на самом деле к нашему климату не подходит то что иногда бывает и бывает довольно фотогенично как это пламя и вот огонь горит вот лес горит и тут же что бывает пожертвование на национальный фонд израиля керен каемет ли израиль а что потом бывает просто строить вот такие коробки вот на место где были леса где мы в принципе сажали деревья надежда что мы потом просто будем там гулять вот много из этих деревьев посадили я мои сестры да главное иногда посадили их совсем не грамотно как бы вот смотрите здесь на склоне зачем тут просто сажать деревья в нем это понятно что они подрастут еще два-три года будут высокие потом здесь бывают сильные ветра потому что мы 800 метров выше уровня моря они то упадут особенно когда бывает снега а у нас снег бывает ну обязательно в несколько лет и тогда тоже в принципе всегда вот эти деревья падают получается кому нужно сажать деревья которые потом горят или потом падают или потом надо их вырубить для безопасности зачем это делать вот сперва выгоняют местных жителей до местных индейцев потом сажают лес чтобы они сюда не вернулись до среди развалин и потом просто делают бизнес строят новостройки мне это грустно я я это не говорю с какой-то злорадости как бы вот это мне это обидно но это правда это моя правда это то что я нашел здесь понимаете я когда учился на велосипеде я осваивал все эти территории вот здесь как раз на этой дороге я катался на велосипедике вот мы говорим о пожарах вот видите вот какой-то школьник наверно посадил это дерево с надеждой что он что-то наверное делает для пользы страны а на самом деле пользы очень очень сомнительны потому что эти деревья здесь любой специалист вам скажет что им здесь не место им здесь не место но деревья нам нравится нам нравится как бы лес нам нравится это все да что надо делать по идее если нам нравится с надо было посадить что местных деревьев а местных деревьев где они они тоже здесь есть и мой папа тоже научил меня какие из них плодовитые какие как бы вот ядовитые какие из них можно вкушать каких лучше не надо вот я помню что здесь где-то есть инжир инжирное дерево и миндалевое дерево и еще рожковое дерево это например рожковое дерево и это дерево поверьте мне посадили не израилитяне это палестинцы а местные дети они просто строят тут какие-то домики вот это рожки да это то что блудный сын хотел кушать помните притча о блудном сине на иврит это называется этс харув и как раз под такими деревьями хороший тенек вот мы с ребята когда играли здесь или с моими сестрами потому что у меня четыре сестер и мне надо было иногда тоже с ними заниматься играть мы не сидели под этими кипарисами кипарис вообще тень не дает более того иголки от этих сосны кипарис они ядовитые для земель там не растут цветы там где сажают эти деревья получается этой сосновой пусты с основой пустыне я бы сказал а вот здесь смотрите сейчас полдень жара но тенек вот это рожковое дерево видите как хорошо и они съедобны более того а вот от этих сосен ничего съедобного там в них нет принципе да вот так что вот рожковое дерево и это рожковое дерево которые не посадили израилитяне вот то что посадили палестинцы жители дерьясина но где же инжир который я вам обещал это как раз сейчас конец сезона инжиря и инжир здесь это просто как мед они особенно вот эти темный инжир вот я вам покажу сейчас видите вот такой инжир интересно заметить что конечно же и гранат и инжир у нас растут и в дикой природе только такие деревья выглядят совсем по-другому плоды у них мелкие и несъедобные кислые здесь же мы видим с вами самый настоящий домашний гранат и домашний инжир также миндаль за которым когда-то ухаживали любящие руки и кстати инжир и деревья они плохо горят то есть получается даже когда бывают пожары часто бывает так что пострадают именно сосны а вот как а вот наши местные деревья они так и в принципе и остаются даже после пожаров так что если спросить меня я думаю что несмотря на то что пожары идут ну по всему в ближнему средиземного моря и в турции и в греке но если говорить именно про иерусалимских лесах я думаю что конечно это какой-то знак что люди как-то должны каяться они должны понять что они что-то делали вероятно не то неправильно мы находимся на высоте 800 метров сейчас над уровнем моря я вам покажу отсюда вид до район это район горнов ортодоксальный еврейский район а вот этот шоссе это иерусалима тель-авивское шоссе да а вот здесь мы уже видим под районами васерет моца вот то что осталось от сожженного ну так называемого леса иерусалимского вот видите слишком плотно деревья вот сажали и поэтому все это бывает конечно это тоже грустно не думаете что я сосан или кипарис в не люблю я их тоже очень люблю но просто им здесь если честно не совсем место а вот здесь видите долина красивая еще долина 40 вот это иерусалимские горы и вид на инкарем вот отсюда будет виднее еще лучше горнинский монастырь вот он здесь храм всех святых россии просиявшихся и лес который тоже в любой момент в принципе может гореть если докопаться если смотреть там среди этих деревьев также увидите террасы то что часто бывает это что когда бывают пожары как раз обнаруживаются вот эти древние террасы и что обычно говорят израилитяне но это древние библейские террасы а мало кто говорит что это не древние библейские а просто десятки которые были посажены во времена турецкое владичество но это не все что я сказал вам я не сказал вам все на самом деле мы находимся рядом с соми дырь он где сам дыр ясен где у меня доказательство что здесь не просто какие-то там ну не знаю как бы леса как бы мало ли какие-то крестьяне жили а где сам дыр я А вот сам Дирьясин превратили, простите, в психиатрической больнице для душевно больных. Получается, в таком проклятом месте, простите, место, где просто собирали людей и просто их убивали, сделали больницу. Вот мы сейчас к этой больнице и подойдем. Войти внутрь мы не сможем, по очень простой причине, что все ограждено забором и запрещено там снимать. Я просто хорошо знаю все территории в окрестностях, и я смогу вам показать, как эти дома деревни Дирьясин выглядят. Вот мы здесь видим новый район, который построили на месте, где как раз жители Дирьясина камнем собирали, то есть занимались свое коммуноломное дело. Здесь очень хороший известняк, такой же хороший, как в других местах, как Бейджала, например. А вот видите, вот здесь лес, только это не лес, это психиатрическая больница. Видите, мы туда сейчас с вами подойдем, да, спустимся. Дело в том, что я не хочу быть какой-то наивный дурачок, да, я знаю, что война есть война. Я понимаю, в 20 веке вообще-то много всего было и в Советском Союзе, и как бы в других местах, и как бы диктатуры разные. Все бывает, да. Но можно было бы хотя бы надпись писать, как здесь, например, в византийском периоде было что-то. Здесь при крестоносцев было другое. Здесь был шейх Ясин, но никто бы не умер, если бы сказали о том, что на этом месте когда-то был шейх Ясин. Это не означает, что надо убивать всех, это не означает, что израилетяне или евреи не имеют права на свою историческую родину. Пожалуйста. Но если здесь были другие люди, которые жили здесь до тебя, зачем, как бы, не говорить честно? Да, здесь был Дирьясин, но слово Дирьясин запрещенное вообще в Израиле, как бы. Не то, что запрещенное, люди об этом не хотят говорить. Считается неприлично, нехорошо. Лучше об этом молчать. Одно дело молчать, а другое дело искажать исторические факты. И сейчас вы увидите, как это делается. Перед вами главная улица маленького еврейского поселения Геват-Шауль. Теперь это огромный район, большую часть которого занимает промзона. Самое, наверное, некрасивое место в Иерусалиме. Здесь расположены центральное налоговое управление, офисы новостных компаний, всякие типографии, пекарни, ну, в общем, множественные учреждения и предприятия. И вот город у нас развивается, и здесь будет идти трамвайная линия. А у нас, как мы вам уже рассказывали, когда строят трамвай на заборе, обязательно пишут краткие исторические сведения о данном месте. И вот здесь шесть фактов о улице Конфейны-Шарим. И вот третий пункт говорит нам, что оказывается, жители того поселения Геват-Шауль очень страдали от постоянных обстрелов со стороны деревень Лифта и Дирьясен. Это самая настоящая историческая ложь. Существует немало израильтян, которые изучают этот вопрос и пытаются добиться правды. И в этом убедился наш Рафаил. Нет, дорогие мои, это не мой муж писал, это не его почерк. Здесь побывал кто-то до него, но, видимо, с похожими стремлениями поиска правды. Здесь написано от лица ребенка «мама», а что такое резня в Дирьясен? Третий пункт неизвестный отредактировал так. Да, и 9 апреля 1948 года устроили резню местного населения в Дирьясен. Также этот неизвестный правдоискатель зачеркнул слово «война за независимость» и написал то слово, которым называют эту войну местные жители, палестинцы, а именно «накба». «Нагба» в переводе «катастрофа». Это писал не араб. Мы можем отличить почерк и знаем, как пишут на иврите местные израильтяне. Это видно не только из того, как сформированы буквы, но и из тех грамматических оборотов, которые использованы. А вот я никогда не любил об этом молчать, и даже когда ходил с кипой и все, об этом всегда говорил с моими сверстниками. Пойдем в Дирьясен, там, сделаем костер, пойдем погуляем, пойдем поиграем, как будто мы убываем драконов или там чего-то такое, то есть то, что дети, которые читают Толкина из Сиэс-Люиса, они любят играть в разных таких фантастических игр. Но одно не мешает другому. И, увы, за этим забором идти нельзя, потому что здесь находится психбольница Кфаршауль. Но что интересно, что именно среди этой психбольницы сохранилось место, где совершили вот это изверство, вот это старый палестинский дом. А вот рядом находится вот такая школа для ортодоксальных евреев. В деревне Дирьясен тоже была школа, целых две. Вспоминает участник резни в Дирьясен, член террористической организации Лехи, Ягуда Федер. «Наша организация провела грандиозную операцию по захвату арабской деревни на дороге между Тель-Авивом и Иерусалимом. Я участвовал в этой операции самым активным образом. Впервые в моей жизни я видел, как арабы падают от моей руки и перед моими глазами. В деревне я убил вооруженного араба и двух арабских девочек 16 и 17 лет, которые помогали арабу стрелять. Я поставил их к стене и разнес в куски двумя очередями из пулемета Томпсона. Мы конфисковали много денег, серебра и золото попало в наши руки. Это была действительно грандиозная операция». Вспоминает командир Ешоа Зелтер. «Они бежали, как кошки. Мы взрывали дом за домом, и они бежали. Взрыв и продвижение вперед, взрыв и продвижение вперед. В течение нескольких часов половины деревни уже не существовало. Наши ребята допустили там ряд ошибок, и это рассердило меня. Зачем они сделали это? Они взяли трупы убитых, сложили их горой и сожгли. Это очень сильно воняло. Это непросто». Вспоминает доктор Мордыхай Гихон. Он был полковником разведки, и его послали осмотреть бывшую деревню Дерьясин после окончания операции. «Это выглядело немного как погром. Если ты занимаешь армейский пост, это не погром, даже если сто человек убито. Но когда приходишь в гражданское место, и мертвые тела разбросаны по нему, тогда это выглядит как погром. Когда казаки врывались в еврейские кварталы, это должно быть выглядело как-то похоже. Мое впечатление было, что это массовое убийство, более чем что-либо другое». Всего Израиль депопулировал 400 арабских деревень. Около 700 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. И когда израильские солдаты подступали к очередной арабской деревне, которую им нужно было зачистить, они просто кричали слово «Дерьясин». И жители без дальнейших объяснений понимали, что их ждет, и сами бросали свои дома и бежали. На территории больницы сохранился дом со сводами, который Рафаэл помнит с детства, и нам удалось найти фотографию этого места таким, как оно было до всего. Кстати, фотографий «Дерьясина» в сети практически нет. Я даже думаю, что для самых психбольных это место не для лечения. Ну, подумайте сами, ребята, но как можно лечиться вместе, на месте, где совершили такие зверства? Каким образом? Кто здесь может быть нормальным? Что мне еще особо нравится в этом районе, что здесь больше, чем домов, существуют здесь синагоги. Вот это то, что налогоплательщики, в том числе и я. За это мы все платим, дорогие мои. Так что если вы ругать меня за отсутствие патриотизма, да нет, ребята, я как раз самый большой патриот страны. Я просто не понимаю, почему на одну улицу должны быть... То есть одна синагога, я понимаю, но зачем 30 синагога на одну улице? Ну, можно подумать, ну, почему, как бы, ладно, синагога. Ну, вот смотрите, у каждой общины есть своя отдельная синагога. Одна синагога, другая синагога для хасидов гур, хасидут гур. Вот тут еще одна синагога, еще тут третья, четвертая, пятая, десятая. И не говоря о том, что в каждом подъезде тоже собираются на молитвы. Так что вот такие дела у нас. Обратите внимание, что в конце 80-х годов здесь стали жить элита, политическая элита ортодоксальных евреев. Ария Дерии, который живет недалеко, я вам покажу, где его дом находится. И духовный основатель, лидер организации ШАС, это раввин Авадия Йосеф. То есть, какое благословение может быть в страну, где его политическая элита живет в таком месте. Это, конечно, вот страшно. Тут место, где сгорел лес, но видно, что это не беда. Дело в том, что нас в школы, да, я учился в школе, которая чуть дальше находится. Вот. Вот там. Но вот эти новые здания как раз стоят на месте, где мы должны были сажать деревья. Где мы сажали деревья. То есть, нас собирали из школы, чтобы сажать деревья на месте, где потом их вырубили, чтобы построить, ну, не знаю, что это, проект или синагога, или здание. На самом деле, какая разница? То есть, понятно, что вот это сажание деревьев, тут никакая любовь к природе в этом нет. Это просто занять территорию. Также вся территория, где вот этот район стоит, тоже были террасы, деревья. Но потом как бы что? Дома, проекты и синагогы. Ну, местные жители относятся безразлично не только к древним сельскохозяйственным террасам, фруктовым деревьям и их убитым хозяевам, а также к историческим руинам. Вот эти, например, заросшие травой камни – это заброшенные раскопки древнего византийского строения, впоследствии освоенного крестоносцами. Возможно, это была крепость, возможно, древний монастырь. Но точно здесь была сторожевая башня, поскольку место это находится у дороги из Иерусалима в Тель-Авив, к Средиземному морю. И вот эти руины, раскопки эти, совершенно никого не интересуют. Даже нет точного исследования и изучения этого места. А на самом деле жители Дирьясина, пока они были здесь, называли это место раскопки у Тутовника или Хербет-эль-Тут. И заботились о них, насколько могли. Потом же всё это пришло вот в такое состояние. Вот это же здание, этот свод, который сейчас находится практически под землёй, очень архитектурно похож на крипту, то есть храм. Возможно, это вообще какое-то забытое христианское святое место, о котором, впрочем, знали мусульманские жители Дирьясина, и поэтому к раскопкам этим относились с благоговением. Сейчас же они вот в таком страшном виде. А рядом ведь находится школа. Можно только вообразить себе, если бы это место прибрать и привести в порядок, какие шикарные экскурсии для школьников можно было бы здесь проводить. Да, в Горнов тоже есть химлиганы. Они тут тусуются и оставляют с собой следы. Мы сейчас стоим как раз под школой, но я хотел вам показать. Здесь есть действительно очень древние развалины. Некоторые считают, что с византийских времён, другие с библейских времён. Но здесь есть древние колодцы, они сейчас сухие. И также пресс для вина. Вот только сейчас, как это место выглядит, вот смотрите. Запущено совсем. Вот так ухаживать за наши ценности. Вот кто-то тут столик, чтобы посмотреть на вид. И вид здесь, конечно, очень красивый. То есть я понимаю, но вот костры до сих пор тут кто-то делает. Ну, конечно, никто не убирает за собой. И обратите внимание, как только мы ушли от так называемого леса, мы находим, что вот наши местные деревья, в том числе миндаль, наши местные растения, как вот анис, фенхель. Ну, вот так выглядит пресс для вина сейчас. Так заботиться о так называемых библейских наших как бы ценностях. Вот это древний колодец, завален непонятно каком-то мусором. Кстати, это очень тоже небезопасно, потому что в этих ямах могут быть змеи. Не только могут быть, они бывают. Я их... Первые змеи и черепахи, которые я видел в детстве, как раз находились в таких местах. Вот так от пасторальной арабской деревни и пасторального еврейского поселения Гевадша-Уль к современному религиозному району для религиозной элиты. Кстати, замышлялся и строился этот район как место для жизни светских небогатых израильтян. Получилось совершенно другое. Ну, а главное, полное пренебрежение собственной историей и собственной землей. А давайте пофантазируем. Может быть, здесь построят музей или хотя бы мемориальный комплекс в память о жертвах Дирьясина. Будут продавать футболки с надписью «Дирьясин, я с тобой» или «Я помню Дирьясин». Будут приходить сюда арабские и еврейские школьники. Будут смотреть фильмы, в которых будет рассказываться правда об истории этой земли. Будут смотреть друг другу в глаза и, может быть, вместе начнут строить будущее этой страны. Кстати, на Западе есть подобные вещи. В некоторых англоязычных общинах за рубежом в память Дирьясина проводятся поминальные мессы. И, по-моему, даже такие футболки существуют. Ну, а пока будущее этой страны весьма туманно, а настоящее представляет собой хаос и пожары в Иерусалимских лесах. И кажется нам, что есть связь между тем, что мы рассказали вам сегодня, и вот этими пожарами. Но, впрочем, пусть выводы каждый делает сам. А надежда на сохранение памяти и торжества правды, хоть и слабенькая, но есть. Есть в Израиле одна единственная, правда, организация, которая называется «Зохрот», что в переводе означает «помним», которая занимается сбором документов, свидетельств, фотографий из разрушенных арабских деревень. Они даже выходят на митинги, где несут списки всех погибших, пытаются добиваться для них какой-то компенсации или извинений. Правда, абсолютно бесполезно, но, тем не менее, это голос честных израильтян, которые пытаются восстановить историческую правду на этой земле. Ну вот, как раз через этой лестнице, которую вы видите сзади меня, можно спуститься из улицы, которая называется улица Хакаблан. Прямо до сюда, это, в принципе, главное, главное шоссе в район Горнов. Если переходить здесь дорога, будем опять вот в самом, что есть, иерусалимский лес. Да, вот здесь как раз, как успеет или не успеет к автобусу, посмотрим. 74-й автобус. Это автобус, который прямо отсюда, из района Горнов, везет нас до Хевронской дороги, как раз где я живу сейчас. Вот, перейдем дорогу, хоть здесь это нельзя, будем быстренько. Вот как раз это въезд в район Горнов, а мы спускаемся ниже, иерусалимский лес. Сюда ходят не толк ортодоксальные евреи, это уже так называемый иерусалимский лес, Яр-Ярушалайм. Каждый из этих лесов имеет обычно какие-то определенные участки территории, которые обычно какой-то благодетель пожертвовал деньги для того, чтобы там иметь столики для пикников, вместо того, чтобы можно было бы жарить шашлыки и так далее. Иногда это какие-то богатые люди из Америки или Канады. Я вам покажу, если здесь есть какая-то мемориальная доска, в честь кого или в память, о ком это было. Но я помню, что одно из первых мест, которые мой отец Михаил, царство ему небесное, показал мне и сказал, Рафаил, знай, как бы, что это принадлежало палестинцам. Вот, смотри. Мне в детстве это место казалось, как будто это какой-то вулкан, потому что на вершине горы здесь была башня, и ее разрушили. Видите, здесь такой спуск. И на спуске, на склоне, видите, такой типичный парк для пикников. И сюда ходят не только религиозные евреи, сюда ходят и просто светские израильтяне, которые, как правило, ничего про район Горнов не знают. Кстати, и немало русских, которые тоже приезжают сюда с шашлыком, с водочкой, с гитарой там. Да, такие тоже есть. Сидят здесь, смотрят на вид. Только вид, который раньше, помню, был такой красивый, это уже другая тема. Вот кладбище. Очень философский конец. Кладбище Харамин-Ухот, кстати, тоже представляет из себя вид современной новостройки. Покойных у нас уже хоронят на шестом-седьмом этаже, и это кладбище заслуживает отдельного выпуска блога «Святая земля сегодня». Пока же скажем, что прямо напротив этого кладбища, к которому, кстати, картинно полетели куропатки, как на заказ, так вот, напротив этого кладбища находится заброшенное кладбище деревни Дирьясин с могилами, заросшими травой, засыпанными землей, и некому за ними ухаживать. А Рафаил рассказывал девчонкам страшные истории про то, как они с сестрами в детстве вот в этом самом Русалимском лесу находили обгорелые человеческие кости. Видимо, когда убирали сожженные здесь солдатами трупы, все-таки чего-то да осталось. Здесь была древняя римская дорога в Эмаус. То, что мы стоим на святом месте. Вот эта тропинка под кладбище, которое еле-еле видно, вот это. Это, ребята, дорога в Эмаус. Куда шли Лука и Клеоп в Эмаус. Ничего об этом здесь не написано, никому это всем по барабану, но дорога из Иерусалима вот здесь наверх, вот Иерусалим, дорога в Иерусалим там, а вот эта тропинка, которую мы видели, вот она под кладбище, ведет нас дальше до деревни, которая называется Колония, в которой тоже жители Колонии сбежали оттуда, когда услышали, что убивают людей в Дырьясиме. Мы верим все в прогресс. Нас учили, что человечество только идет к лучшему, к преодолению трудностей. Но подумайте об этом на самом деле. Но о каком прогрессе в 20 веке можно говорить? Так что вот на этом ноте мы с вами сегодня прощаемся. И мы постараемся выйти в эфир, как можно чаще. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok